Добрый вечер! В прямом эфире программа Вести Хакасия. В студии для вас работает Татьяна Донцова. И главная тема этого выпуска. Новые направления в промышленности. В республике появятся предприятия, которых раньше в Хакасии никогда не было. Пьяная молодость. Практически все убийства и грабежи совершаются людьми до 30 лет, к тому же в нетрезвом виде. В одном шаге от сокровищ жительница села Сон уверяет, что нашла клад, который зарыли ее предки. Сегодня стало известно имя нового лидера Федерации независимых профсоюзов Хакасии. Напомним, прежний руководитель Федор Герасимов вынужденно покинул пост в ноябре прошлого года. Сегодня выбор стоял между тремя кандидатами. В их числе был и Герасимов, возглавлявший организацию почти 15 лет, а также Андрей Петров, который на время перенял бразды правления. Расклад сил и результаты голосования в репортаже Алексея Гончаренко. Если сказать, что в зале нам не очередной конференции профсоюзов «Яблоку» негде было упасть, значит не сказать ничего. Интерес сверхповышенный. Несколько неожиданно в зале появляется экс-глава региона Алексей Лебедь. Говорит, что в качестве гостя, но с определенной целью. Я хочу на вас оказать давление, что вы затеяли эту бучу, вы должны ее мирно, быстрее развязать ее, быстрее закончить ее, а не продолжать дальше воевать. Исполнительной власти республики тоже немаловажно, кто возглавит профсоюзное движение. И главное, чтобы в защиту трудящихся. Слово берет глава Хакасии Виктор Зимин. В чей вы автобус сядете или посадите ребенка? Там, где опытный человек, водитель? Или где? Начинающий, получивший право. Место в профсоюзе – это не то место, где надо учиться в такой организации. Это место, где человек должен прийти знающий. У него должен быть опыт какой-то элементарный. Общение с властью, с людьми. Жизненный опыт. В списке претендентов три кандидата. Любовь Барабанова, председатель правкома образования, исполняющая обязанности главы профсоюзов Андрей Петров и бывший руководитель организации Федор Герасимов. Этим выбором предшествовал скандал, который разгорелся из-за профсоюзной собственности, а именно гостиница «Дружба», директор которой начислил себе премию в 400 тысяч рублей, как утверждают многие, не согласовав ее с советом директоров, то есть с профсоюзами. Поэтому вопросы на конференции касались не только прямой деятельности профорганизации, но и коммерческой составляющей. Каждый из кандидатов говорил в свою защиту. Я как женщина вижу главную задачу в возвращении того микроклимата, который у нас всегда был в Федерации профсоюзов Республики Хакасия, и который мы потеряли за последние полгода. Долго думал, ну и как самопоследний практически подключился, все-таки решил попросить у вас, уважаемые делегаты, дать шанс мне исправить ту ситуацию, в которой мы оказались. Голосованию предшествовали два часа дискуссии. Третий кандидат Андрей Петров единственный, кто произносил речь по бумажке. Следует отметить, что часть направлений поставленных конференций задач успешно реализуется сегодня в ПРХ. Например, Федерация профсоюзов активно взаимодействует с Государственным комитетом по занятости населения республики. В самый последний момент Любовь Барабанова сняла свою кандидатуру. Остались два претендента Федора Герасимова и Андрей Петров. Кто из них возглавит профсоюз и должно решиться в тайном голосовании простым большинством голосов. Объявляется голосование, после которого следует подсчет бюллетеней и оглашаются итоги. Герасимов Федор Васильевич за 24. Петров Андрей Михайлович за 30. Избран Петров Андрей Михайлович. Голоса, по сути, разделились надвое, почти пополам. Едва ли победу можно назвать убедительной с небольшим перевесом в голосовании. Андрей Петров назван новым председателем профсоюзной организации Хакасии. Мы будем улучшать, мы будем совершенствовать профсоюзную деятельность, не отрываясь от людей, ставя их мнение в основу нашей деятельности. Мы будем стараться для людей, для простых членов профсоюза. Федор Герасимов, возглавлявший организацию без малого 15 лет, слагает в себя полномочия профсоюзного лидера. Мне что обидно, за мою честную работу я получил то, что заслужил. За то, что старался делать для профсоюзов, за то, что совершал их интересы, я получил то, что сегодня произошло. Поэтому дай бог, чтобы у других получилось лучше. Решение конференции правомощное, они избрали нового лидера. Ну, успехов ему, я не собираюсь. Отсиживаются дома на печке, буду работать во благо интересов республики нашей. Новый лидер профсоюзов выбран сроком на два года. То есть, в 2015-м очередное голосование по кандидатуре главы организации. Алексей Гончаренко, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. В Хакасии появятся принципиально новые предприятия. Такая идея родилась у республиканских властей. Речь идет о заводе по переработке рыбы и о фабрике по выпуску брикетированного топлива. Эти проекты обсуждались сегодня на заседании Президиума Совета по экономическому развитию. Переработка рыбы будет организована в Бейском районе. Новое предприятие рассчитано на 77 рабочих мест. По прогнозам властей, начнет работать она уже через три года. А в Черногорске через полтора года появится фабрика по производству угля в брикетах. Новые программы включены в проект Абакана-Черногорской агломерации. Кстати, зашла на встречу речь и о перспективах аэропорта Абакан, поскольку он тоже имеет прямое отношение к проекту. В ближайшие годы аэропорт ждет реконструкция зала, взлетно-посадочные полосы и еще целый ряд позитивных перемен. В 2020 году по самому скромному сценарию развития в концепции намечено увеличение пассажирпотока более чем в два раза. Важнейшим стратегическим направлением развития аэропорта является развитие грузовых транзитных перевозок. Центральная точка, опорная точка, фундаментальная точка развития экономики республики. Не буду перебирать те плюсы, которые мы или минусы будем иметь, не дай бог, потерять и статус аэропорта, что немаловажно. Что такое международный статус, да, это таможня, и мы понимаем много-много-много еще чего, ну и плюс, конечно, логистика. Служебный автомобиль Республиканской госавтоинспекции попал в аварию. Один человек погиб, еще несколько участников ДТП получили серьезные травмы. Накануне мы рассказали о сложнейшей обстановке, которая из-за погодных условий сложилась на федеральной трассе Енисей. Сотрудники ГИБДД выехали на место, чтобы отснять материал на камеру. Внезапно им навстречу вылетела иномарка. За рулем Митсубиси был неработающий 36-летний мужчина. Он лоб в лоб столкнулся с полицейским вазом. Один человек из иностранного автомобиля погиб на месте. Остальные, включая сотрудника пресс-службы Республиканской ГИБДД, в больнице. Преступность молодеет. На такую мысль наталкивает анализ совершаемых в последнее время преступлений. Причем практически все убийства, грабежи и разбои совершаются в возрасте до 30 лет и к тому же в пьяном виде. Подтверждение этому уголовное дело, по которому был вынесен приговор в Аскизском районном суде. На скамье подсудимых молодая девушка, которая совершила убийство в 19 лет. На процессе побывала Юлия Константинова. Пьянство, особенно в маленьких деревнях, главный мотив, выражаясь профессиональным языком судей, неприязненных отношений, возникших в ходе бытовых ссор, ревности и желания отомстить. Только в Аскизском районе в прошлом году водка стала причиной избиений и даже убийств в 93 случаях из 100. Согласно статистике, количество преступлений против жизни и здоровья человека выросло на 32%. Очень показательно то, что преступления данной категории совершаются, около половины этих преступлений совершены молодыми людьми в возрасте до 30 лет. Эта девушка яркая тому подтверждение. В октябре прошлого года она совершила убийство. Сначала пила вместе с матерью, ее сожителем и знакомой. Когда мать приревновала гостю к гражданскому мужу, решила помочь выпроводить из квартиры пьяную горе подругу. Не получилось, и тогда в ход пошел кухонный нож. Удар пришелся прямо в сердце. Смерть потерпевшей наступила мгновенно. Конечно, сильно раскаивается. Вину свою она сразу признала. Считаю, что способствовало данным преступлениям. Это стечение просто жизненных обстоятельств. Все получается во время распития спиртных напитков. Это всеобщая беда и всеобщее горе нашего общества. Уголовный кодекс за убийство предусматривает от 6 до 15 лет лишения свободы. Надо отметить, девушка уже была осуждена условно. Почти год назад, в феврале 2012-го, она тоже нанесла ножевое ранение сожителю своей матери. Тогда подсудимый, если можно так сказать, повезло, мужчина выжил. В этот раз трагедии избежать не удалось. Суд назначил окончательное наказание под 2 преступления в виде 8 лет, 6 месяцев заключения свободы. Все понятно, да? Приговор пока не вступил в законную силу. В течение 10 дней участники процесса вправе подать апелляцию. Однако шансов немного. Так что, скорее всего, из колонии общего режима подсудимая выйдет в 29 лет. И еще один показательный штрих. Дочь убитой женщины не пришла на приговор. Рассказывает, потерпевшая тоже пила. Была лишена родительских прав и не раз привлекалась к уголовной и административной ответственности. Юлия Константинова, Владислав Пустовой, Трестих, Агасия. Жители села Нижняя Тё и Аскизского района уже почти неделю вынуждены бороться с талыми водами. Снега за зиму выпало немало, и сейчас он начал таять. Причину подтопления деревни люди видят водоотводной трубе. Ее проложили под новой дорогой, которая отделяет село от небольшого озера. Стихийный водоем ежегодно образуется весной, когда в округе обильно тает снег. Но прежде он не доставлял хлопот, так как находится ниже уровня дороги. Но когда появилась труба, вода начала из озера перетекать к домам. Сегодня бурные ручьи оккупировали уже несколько участков, причем даже те, которые находятся на пригорке. Затопило огороды, подполье, надворные постройки. Местные власти пытались решить проблему, заказывали технику, чтобы прорыть каналы. Но земля еще мерзлая, пришлось отложить работы как минимум на месяц. Люди вынуждены сами спасать свое имущество. Вдоль заборов делают насыпи из шлака, тем самым пытаются хоть как-то преградить путь в воде. Сразу нескольких единиц техники лишилась птицефабрика «Сибирская губерния». За долги судебные приставы арестовали грузовик, трактор и «Волгу». Стоимость изъятого имущества 600 тысяч рублей. Теперь КАМАЗ, трактор «Беларусь», легковой газ и разного рода автозапчасти, которые были на предприятии в наличии, уйдут с молотка. Добавим, «Сибирская губерния» задолжала буквально всем. От коммунальщиков до пенсионного фонда и налоговой. Всего около 13 миллионов рублей. Руководство фабрики комментариев не дает. А приставы тем временем сообщают, если ситуация не изменится, предприятие рискует потерять все имущество. Пятый год в селе Сонбаградского района продолжаются поиски клада. Мы уже рассказывали, что сокровища ищет местная жительница. О наличии сундуков с драгоценностями ей сообщил родной дедушка. И сегодня кладоискательница уверена, что удача уже совсем близко. Рассказывает Олеся Калиниченко. Так выглядело место раскопок в 2010 году. На заброшенном земельном участке, где, согласно указаниям предка, зарыт сундук золотом, небольшой котлован и 10-метровый колодец, который вырыли вручную. Сегодня о зону поиска не узнать. За четыре с небольшим года Анна и ее супруг вложили в раскопки все собственные средства. Это около 2,5 миллионов рублей. В прошлом году искать сокровища помогали спонсоры. По словам Анны, основная часть работы уже выполнена. Осталось дождаться, пока растает двухметровый лед, откачать воду и достать сундук самородками. Я сейчас стою примерно над ним. В том, что сундук золотом есть, Анна не сомневается. Говорит, еще в 2010 году, когда копали лопатами, добрались до ящика, но поднять его не получилось. Помешали грунтовые воды. Вот этот ящик сам лопатами чистили доски. Там прочные доски, я на них плясала. Грунтовые воды помешали прошлогодним подрядчикам. В декабре кладыскали при помощи двух экскаваторов, а воду откачивали несколько насосов. По словам Анны, сокровища были совсем близко, но при 40-градусных морозах стала отказывать техника. Работы остановили, и котлован заполнила вода. И в этих ящиках могут находиться слитки, могут находиться самородки, могут находиться драгоценности и деньги. Ну то есть монеты, золотые монеты. Вот это может все находиться. И это примерно от 3 до 5 тонн каждый ящик. Местные жители к такой активной кладоискательнице привыкли. Даже берут взаймы у нее насосы, чтобы откачивать воду при ремонте погребов и колодцев. Хотя в наличии клада на такой глубине, конечно, сомневаются. Валентина Степановна библиотекарь вместе со школьниками изучала историю села. Она начинается в конце 19 века и неразрывно связана со строительством железной дороги. Никаких упоминаний о возможных сокровищах на данной территории ей не попадалось. Это все легенды. Люди у нас верят и любят верить в легенды. Каждый надеется на чудо. Вот у нас такая история российская. Сказки все. Если посмотреть, все начути. Даже бы кто-то раз и появился. Сегодня Анна в активном поиске новых спонсоров. С ними она заключает письменный договор, в котором обещает щедро поделиться будущим кладом. За 5 лет желающие войти в историю находились регулярно. В том, что с наступлением тепла раскопки возобновятся, кладоискательница Анна не сомневается. Алиса Калинченко, Антон Михайлов, Вести Хакасия. И это все новости на сегодня. Я желаю вам удачи. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова